Всем привет! Вы на канале Процветок, и с вами Юлия Кондратенок. И сегодня мы с вами поговорим, какой минимальный набор удобрений нужен каждому садоводу, чтобы обеспечить свои растения всем необходимым и при этом сэкономить. Итак, мы все знаем, что каждому растению нужны определенные элементы питания. Это в первую очередь азот, фосфор, калий, как самые важные, а также целый комплекс микроэлементов, которые нужны в микродозах, но тем не менее очень нужны и очень важны, и они должны быть у растений. Но в последнее время возникли проблемы. Цены на удобрения растут, и все ли удобрения, которые есть в продаже, нам действительно необходимы? Как найти вот эту золотую середину, чтобы не накупить лишнего и не перерасходовать свой бюджет? Первое. Мы должны помнить, что растениям, как я уже говорила, нужны вот эти три главных макроэлемента с набором микроэлементов. И начнем мы с азотом. Азотные удобрения нужны в первую очередь в начале сезона. И традиционно мы рекомендуем карбамид, это мочевина, или же различные виды селитры. Но кроме азота, кроме мочевины, которую можно заменить хорошим перепревшим навозом, хорошим жирным компостом, есть и другие макроэлементы, а именно фосфор и калий, которые обычно нам предлагают в виде суперфосфата, различных калийных солей. И есть еще микроэлементы, которые нужны растению в микродозах, но они ему очень нужны, жизненно необходимы. Именно они поднимают уровень иммунитета растений на должную высоту и помогают им справиться с очень многими проблемами и заболеваниями. Поэтому от них мы никак отказаться не можем. Но что делать? Покупать их по отдельности за большие деньги, либо, я советую вам обратить внимание, на водорастворимые комплексные удобрения для внесения по листу. Это такие удобрения, как серия кристаллонов, эколистов или комплимент. Есть целая серия для каждой группы культур, которая учитывает именно их потребности в конкретный момент времени. Самое главное, растворимые удобрения позволяют сэкономить ваши силы, ваше время, ваши средства, и действуют они намного эффективнее, нежели традиционные удобрения, которые мы вносим в почву. Нужно сказать, что почвенное внесение нецелесообразно в том смысле, что мы очень много удобрения тратим неэффективно. Часть его задерживается в почве, связывается необратимо с почвенными кислотами, часть расходуется сорняками, часть просто вымывается вместе с грунтовыми водами. Тогда как внесение по листу доставляет вашим растениям нужные макро- и микроэлементы туда, куда нужно. Буквально в течение двух-четырех часов удобрение уже находится в листочке и работает. Причем, заметьте, внесение по листу помогает очень серьезно экономить само удобрение. Если вносить его сухим образом, рассыпая или даже готовя растворы, поливая почву, то на каждое дерево у вас уйдет не менее 100-200 грамм, если это взрослое растение. Но если мы будем использовать внесение по листу, вам понадобится на 10 литров всего 2 столовые ложки удобрения. И одного пакета вам на небольшой сад хватит на несколько лет. Пожалуйста, обратите внимание, для экономии ваших средств, место ваших сил на растворимое удобрение для внекорневой обработки подкормки. Если же мы посмотрим на биологические удобрения, то соли калия, калийную соль, калийную селитру мы вполне можем заменить печной золой. В одном из наших сюжетов я рассказывала о золе, полученной из листьев. По данным ученых, она может содержать до 60% активного калия, необходимого растениям. Это очень ценное удобрение. Плюс зола щелочная, и она расщелачивает наши закисленные почвы. Поэтому ни в коем случае не выбрасываем древесную печную золу или лиственную золу, которую можно будет приготовить осенью для подкормок на следующий сезон. Не выбрасываем его на мусорку. Это ценный ресурс. Что касается фосфора, здесь может быть гораздо сложнее. Дело в том, что фосфор мы не можем получить как печную золу, мы не можем получить как органику. Но мы можем обратить внимание на такие подкормки, как костная мука, которая выпускается отдельно. И тоже ее использовать для подкормок именно растений по фосфору. Таким образом, используя вот эти доступные нам средства, а также различного рода настои, болтушки, которые мы готовим из сорняков, из различных остатков, из газонной травы, все это будет использоваться как удобрение. Причем абсолютно безвозмездно, как говорила сова в известном мультике, то есть даром. И это очень ценный ресурс, который ни в коем случае мы не должны выбрасывать, а наоборот привлекать. Привлекать нам на участок. Ведь если следовать законам природы, то все, что мы извлекли из земли, желательно этой земле компенсировать, вернуть обратно. Вы скосили газонную лужайку, не стоит выбрасывать траву в лес. Достаточно заложить ее в компост, либо приготовить травяной настой, который поможет подкормить ваши растения легкоусвояемыми формами азота, но и поможет оздоровить вашу почву, насытив ее различными микроорганизмами. Таким образом, все, что вы сняли с участка, вернется на него вновь, и цикл замкнется. Это природоохранная ресурсосберегающая технология, которая, считаю, должна занять достойное место на наших участках. Смотрите наши сюжеты, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok